Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли на мой концерт. Мне очень приятно, что вы выбрали меня в качестве своего досуга. Надеюсь, у вас был выбор. Сейчас с выбором досуга не очень. В кинотеатрах ничего нет. Виагру не купить. Кока-колу не попить. Гей-пропаганду запретили. Надеюсь, я для вас не вынуждена альтернатива. Возможно, кто-то из вас здесь, потому что его любимый комик уехал из страны. И вы сейчас ищите себе другого комика, на которого будете ходить. В таком случае готов вас приютить. Понимаю, вы уже зрители не первой свежести. И наверняка сейчас ходите у других комиков по кругу. А то и вовсе шляетесь по всяким открытым микрофонам, где кто угодно улыбает ваш рот. Но я готов вас принять. Не сочтите за беспринципность. Это великодушие. Поэтому смейтесь хорошо. Если будете плохо смеяться, я тоже уеду. И вы будете думать, что это из-за вас. Таланты покидают Россию. Ладно. Это все шутки. Я не собираюсь уезжать из страны. Потому что у меня огромные яйца. А это оказалась болезнь, с которой не берут в армию. Да. Так вот фортануло. Я негодный. Честно говоря, уже не думал, что когда-то пригодится. Лежала, пылилась на антресоле. Потом, как биткоин выстрелил, ей-богу. Раньше тоже все ржали. Зачем тебе это плохое зрение? А сейчас выкусите. Я не вижу, куда стрелять. Со мной лучше не связываться. Сынок, зачем ты так близко смотришь телевизор? Это я так далеко смотрю в будущее, мамуля. Это и называется дальнозоркость. Вообще, когда такие привилегии, я вам скажу, сложно называть себя негодный. Язык не поворачивается. Я, как никогда, чувствую себя годным, чтобы продолжать жить здесь. Если вам, прежде всего, ехать из страны, значит, вот вы негодный тут жить. Ни в коем случае не злорадствую. Понимаю, это не ваша вина. Вы такими родились. Теперь вы люди с ограниченными возможностями. Сейчас, конечно, не лучшее время быть здоровым. Здоровый образ жизни звучит, как игра в кальмара. Курение полезнее брокколи. Такое время. Такое время. Заметили, что фильмы стало как-то не так интересно смотреть? Они как будто не дотягивают до реальности по драматургии. Включаешь какой-нибудь хоррор такой. Ну, я в телеге и пожестче видел, конечно. Смотрел Open Gamer? Нет. Нет, но, думаю, скоро посмотрю. В 7D. С эффектом присутствия, а потом отсутствия. Новости очень сильно задрали планку в жести, конечно. Слышали про воспобезьян? Вас удивило, насколько вообще насрать? Что ноль переживаний. Даже как-то прикольно. Типа, ну, обезьяны и дают, конечно. Конечно, кому попало? Ну, животные, блин. Причем ведь всем понятно. Вряд ли это просто насморк. И пару лет назад эта новость наверняка всех бы шокировала. Но сейчас, среди других новостей, это как прохладный ветерок в жаркий день. Оспа обезьян. О, да. О. Как хорошо. Всю оспу обезьян. Сюда, пожалуйста. Что угодно. Гастритца. Собака, давайте. Гонореек, гонореек. Все сюда. Глобальное потепление. О, как прохладно. Прям боюсь-боюсь глобально потеплеть. Проблемы экологии. О, да. Как же. Похуй. Мне сейчас сложно поддерживать свой экоактивизм. Раньше я сортировал мусор и думал, потомки скажут нам спасибо. Сейчас я понимаю, что потомки в любом случае не скажут нам спасибо. Зачем вы разъебали всю планету? Боже скажут нам потомки. Мы такие, зато смотрите, все по пакетам. Стекло, пластик, люди. Вот это жизнь, да, сейчас? Охуеть. Ебануться. А те, кто не матерится, вот им как сейчас интересно. Как им с реальностью синхронизироваться? Что это, если не пиздец? Кавардак? Что это, переполох? Сумятица? Эти слова они уже потратили на пандемию. Сейчас им как выражаться? Непонятно. А те, кто не курит, не пьет, вот им, за что это все? Они бы и так в рай попали. Им обязательно быть мучениками. А те, кто из тюрьмы только вышел? Как им разницу почувствовать? Не там, не тут нет брендов. За базаром тут еще серьезнее надо следить. Как им ассимилироваться? А все эти коучи, которые помогали людям выйти из зоны комфорта? Нахрена они теперь нужны? Ну ладно, их не жалко. А те, кто брекеты себе недавно поставил? Вот зачем им теперь эта красивая улыбка в будущем нужна вообще? Зачем вообще в будущем улыбка? Кстати, на случай ядерной войны вот вам совет. Это сейчас тебе смешно. Послушай. Значит, прочитал в каком-то паблике. Наверняка работает. Значит, если увидите ядерный гриб, ну, во-первых, не надо идти его собирать. Это, я надеюсь, понятно. Ну, вдруг кто-то грибник заядлый. Лучше проговорить. Так вот. Увидели ядерный гриб. Вот вам четкая инструкция, как надо действовать. Значит, вытяните руку по направлению к грибу, поднимите большой палец, прищурьтесь, и со стороны будет казаться, что вам все нравится. Это важно. Враг не должен знать, что мы боимся. Как бы ни было тяжело, надо терпеть. Покажем этим пиндосам. Что значит никогда не унывать. Прикиньте, какими мы крутыми будем, когда после ядерной войны, когда все всех разъебут, кто-то найдет спутниковые снимки и посмотрит, как велись вярусские за секунду до испепеления. И мы все такие, класс. Суперзрыв. Сколько мемов с нами будет. Как говорится, эту страну не победить. Хорошо, что говорится. А то все бы думали, что победить. Кстати, все уже себя прикрепили к бомбоубежищам на постуслугах. Да ладно, нет пока такого. Нет бомбоубежища. Да, похлопайте. Это же весело. Нет. Для вас нет. Да ладно, есть, есть. На жопе шерсть. Может, как-то самортизирует. Девчонки тоже советую отращивать. Я понимаю, ваше оружие – это красота, но боюсь, это не та война. Ладно, это все шутки. Это все хихоньки-хахоньки. Я понимаю, не таких шуток вы жите от комика с большими яйцами. На злобу дня хотите шуточек? Чтоб на чистоту я сказал. То есть все пятое-десятое. Я дам вам, что вы хотите. Я понимаю, что это очень опасно. Сейчас опасно многие вещи называть своими именами. Поэтому на всякий случай я все вещи буду называть не своими именами. Да. Так вот, что хотелось бы сказать. Надоело молчать. Дрозд должен быть в горах. Как хотите, так и понимаете. Это ваше дело. Это ваше дело. В гору Дроздя. Не надо было рябину толочь. Ага. Еще эти его все синицы. Им давно уже пора всем причесать опушку. Я понимаю, сейчас очень рискую, делая такие заявления. И наверняка теперь синицы захотят постричь мою лужайку. Поэтому я очень надеюсь, что бобры меня спасут. Потому что в душе я бобер. Хоть и делаю вид, что синица. Я специально свою лужайку разлохматил. Если вы понимаете, о чем я. Еще эти пеликаны. Повесили кирпичи. Ходят такие важные. Мы пеликаны. Это вы уже не поймете. Я там еще сам... Сложно понимать это. Сам не до конца разобрался там. На всякий случай отмечу, как похорошела морковь при баранине. Правда. Прям... Прям вкуснятина стала. А баранина-то как похорошела при моркве. Все-таки один суп. С удовольствием бы хлопнул мургер. За здоровье баранины. Да и за свое здоровье парашюта хлопнуть. В первую очередь за психическое. Все важно. Важно о психике заботиться. Важно работать с эмоциями. Не впадать в депрессию. Это важно делать. И у меня, в принципе, получается... Я большую часть времени... Ну, нахожусь в хорошем расположении духа. Но в последнее время у меня появилось что-то типа синдрома Туретта. Ну, иногда я сижу просто, занимаюсь своими делами. Все хорошо. Вот. И в какой-то момент мой рот сам такой... Сука, блядь, нахуй! Всегда неожиданно из меня выходит. У меня как будто появилось недержание протестных настроений. Вот. Ну, я, чтобы это не происходило в неподходящие моменты. Типа, сука, блядь, нахуй! Пакет не нужен. Чтоб не было таких ситуаций. Я работаю с эмоциями. Вот. Стараюсь выпускать протестные настроения, когда это безопасно. Вот, например. Например, недавно надо было поменять симку в телефоне. Вот. Я ходил по дому, искал иголку, чтобы достать симку. Потому что кто-то решил, что это очень удобно. Доставать симку при помощи иголки. При помощи чего доставать иголку он не решил. Поэтому я хожу, значит, ищу иголку. Хожу, хожу. Хожу, блядь, хожу. Ищу иголку. И вот не понимаю. Вот. Мне вроде бы не надо пришить симку. Да? Вроде мне не надо проколоть симку. Мне даже не надо пустить симку по Вене. Но кто-то решил, что недостаточно нам в жизни испытаний. Что слишком легко нам дается мобильная связь. Кто-то решил, что мы любим квесты. Да поймите вы. Сегодня нам нужна иголка, чтобы достать симку. Завтра нам нужно будет яйцо, чтобы достать иголку. Яйцо в утке. Утка в зайце. Это сказочки по-вашему? А нам напоминаю не Кощея надубить, а всего лишь симку достать. Да проснитесь уже. Наконец нас подсадили на иглу. Вам нефтяной иглы мало? Иглой больше, иглой меньше? Так вы теперь размышляете? Нет. Я понимаю, на андроиде такое. Да, там люди должны страдать. Но Эппл. Эппл. Какие иглы, блядь? Долго терпеть это будем? Долго, я вас спрашиваю, будем это терпеть? Хорошо. Хорошо. А вот эти вот скидки в магазинах всех устраивают? Вот эти вот желтые, цветомочи ценные. Никого не настораживают? Наебом никому не пахнет, скажите мне, пожалуйста. Скидки в продуктовых магазинах без пояснений. Это что такое? Ветчина минус 20 процентов. И все. Больше ничего не хотите мне сказать? Я вообще-то это есть собираюсь. Почему подешевело? Вряд ли у вас все шло хорошо, и вы такие, счастье не в деньгах. Что случилось с ветчиной, суки? Что случилось? Напишите. Хотя бы чем потом лечить по нос, пидорасы. Долго это хавать будем, скажите мне, пожалуйста. А вот эти вот акции на кассе, всем нравятся? Вот эти вот, когда ты уже за все расплатился, и тебе вместе с чеком дают какую-то херню. Ты такой, это мне? Бесплатно? Ну вы крейзи вообще. Теперь буду это собирать. Это что за издевательство? Вы что с людьми делаете? Я недавно в Дикси собирал, прилипал. Прилипал. Знаете, что такое прилипало? Это такие маленькие резиновые игрушки с присосками, которые можно прикрепить к чему угодно. Особенно хорошо они крепятся к репутации. Меня даже это не останавливало. Мне начали давать, я начал брать. Я начал коллекционировать, прилипал. Я настолько низко пал, что один раз меня забыли дать прилипалые. И я такой, а прилипалые где? А где прилипалые? Администратора, зовите, пожалуйста, сюда быстро. Вы что сделали со мной, суки? Вы наркоманы из меня сделали? Долго терпеть это будем? Хорошо. Хорошо. А вот это вот бесящее пиканье в машине. Когда не пристегиваешься. Почему нельзя поменять нормальную музыку? Это обязательно? Меня бесить должно? Да? Я только такой язык понимаю. Мне надо уши выебать. Я только так пристегиваюсь. Я собака? Скажите, я собака? Да поймите вы. Чувство самосохранения не может заставить нас пристегнуться. Этот звук может. Этот звук для нас страшнее смерти. Вы понимаете? Мне теперь реально страшно. На что еще я готов, чтобы не слышать этот звук? Вряд ли пристегнуться это предел. Что если? Я саду в такси, начну пикать. И таксист такой, пожалуйста, пристегнитесь. Я пристегнусь, но пиканье не прекратится. И он такой, а теперь потрогай мне яйца. Что если? Что если? Потрогать его яйцам не будет легче, чем слышать этот звук? И не надо переводить тему на мой низкий порог трогания чужих яиц. Не смещайте акценты. Дело в звуке. На вашем месте я бы тоже не был бы в себе так уверен. Да поймите же вы. Мы для них мартышки подопытные. На иглу подсадили. На скидки на прилипал подсадили. Я со спиннеров только недавно слез. Долго это терпеть будем? А заказчики кто? Откуда это к нам все перешло? Подсказка. Ни с юга, ни с севера, ни с востока. Откуда? Ну? Все верно. Пиндосы проклятые. Мы что, не могли обойтись без этих спиннеров? Без этих бургеров? Котлету взял, на хлеб положил, хлебом накрыл. Во! Супер взрыв вкуса. Ну, как вы поняли, вот так протестное настроение из меня вышло. Извините, что на вас. Теперь вы, Сифа. Передавайте друзьям, знакомым. Главное, не держите в себя. Очень опасно. Ладно, давайте теперь с вами поговорим. Откуда берутся протестные настроения? Это был вопрос. Так, седьмой бой. Мне что, всем пропуск поставили? Откуда? Что не хватает людям? Свободы. Свободы. Так, глубоко не копайте. Потом не откопают. Ну же. Духа. Что? Духа. Ты накуренный? Я серьезно разговариваю. Что не хватает? Духа. Ну же. Спра. Молодец. Пять. Пять лет строгого режима. Людям не хватает справедливости. Это он сказал, если что. Я развиваю его мысль. Причем все хотят справедливости. Все. Проблема в том, что все по-разному ее представляют. Даже здесь, в этом зале, у вас разное понимание справедливости. Вот смотрите. Смотрите. Вы пришли сегодня сюда. Сели на свои места. Кто-то ближе, кто-то дальше. Кто какие билеты купил? Справедливо. Все правильно. Люди на передних рядах. Вы, как никто, это понимаете. Но среди вас есть те, кто хуже видят. И те, кто лучше. И с точки зрения социальной справедливости, людей с плохим зрением, мы с вами должны были посидеть спереди, с хорошим, сзади. Верно? Все правильно. Все правильно. Люди на задних рядах. Вы, как никто, это понимаете. Ну вот в чем дело. Люди на задних рядах. Людям на первых рядах насрать на такую справедливость. Плохо видишь, лучше слушай. Верно? Нет денег, развивай суперспособности. Как вам такая справедливость? Люди на задних рядах. Но даже если ты купил самые дорогие билеты, ты все равно не застрахован от несправедливости. Потому что где бы ты ни сидел, возле тебя запросто может сидеть плохо пахнущий человек. И ладно, если это где-то там, сзади, да, там в принципе такой запах. Но вы-то, люди спереди, вы же понимаете ценность чистого воздуха. Извините, пожалуйста, я слышал, как вы резко замолчали. Дамы и господа сзади, простите, что я над вами прикалываюсь. Вам и так от жизни досталось. Еще я накидываю. Мне просто нравится, что вы далеко. И ничего мне не сделаете. Спасибо капитализму за это. За то, что таким образом защищает меня от нищих. Стеной из богатых. Я понимаю, вам не привыкать быть живым щитом, но вам нечего бояться. Они вам ничего не сделают. У вас наверняка бабки, связи. Там, как правило, сироты. Ладно, это все шутки. Как и то, что вы богаты. Не настолько у вас дороже билеты. Этот уже обувь снял. Хороший народ. Просыпаемся. Ваша остановка. Среди вас нет богатых. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но я и не хочу обидеть по-настоящему богатых. Насколько бы человек не был богатым, как бы несправедливо он не заработал свои деньги, я не вправе отбивать у него желание звать меня на корпоративы. Это несправедливо тоже. Надо быть последовательным. Мир несправедлив. Людям сложно это принять. На протяжении всей истории человечества люди требуют справедливости от других людей. Хотя несправедливость заложена в основах мироздания. Если мы с вами хотим справедливости, мы сначала должны ее восстановить в природе. Потому что сама природа изначально несправедлива. Вот смотрите. Смотрите. Вода тушит огонь. Быстро и беспощадно. Огонь испаряет воду. Медленно. И нужны условия. То есть огонь может победить воду, только если он под ней, она в кастрюльке и есть пару часиков. Не самое частое природное явление. Не находите? Это справедливо. Это вообще несправедливо. Поэтому я часто кипячу воду просто так. Ради справедливости. Я смотрю на кипящую воду и думаю, ну что, допрыгалась? Теперь огонь тебя тушит. А вода такая буль-буль-буль. Мол, не туши меня, я и не надо теперь. Буль-буль-буль. Надо было раньше думать. Когда огонь тушила. Он же тебе говорил. Это тоже буль-буль-буль. Только на языке огня ты как-то не раз чувствовалась. Огонь, конечно, тоже мудак. Под нашим нюх деревьям. Просто пх и пепел. Причем дерево не может никак победить огонь. Поэтому я часто тушу костер пал. Да, пикник заканчивается неожиданно. Дети не понимают, что случилось с дядей Костей. А дядя Костя за их будущее борется. За справедливое будущее. Дерево, конечно, тоже не ангел. В воде не тонет. Все тонет. Оно, видите ли, плавает. Типа я избранная. Поэтому я часто делаю из дерева бумагу, вытираю ей жопу и смываю в унитаз. Да. Так тонет. Потому что не надо выпендриваться. Кто б ты ни был, дерево, вода, огонь. Уважай других. Будь справедливым. У меня обостренное чувство справедливости еще с детства. После одного случая, когда все были против меня. Все мне говорили, Костя, ты не прав. Ты виноват, Костя. Но я тогда выстоял. И сейчас люблю сушеную рыбу еще больше. Так, наверное, непонятно. Придется рассказать всю историю. В общем, в детстве я очень любил сушеную рыбу. Есть, не трахать. О чем вы думаете, пошляки? Любил кушать. И так получилось, что мой брат тоже любил сушеную рыбу. Он любил трахать. Это я, чтобы вас посмешить. Он тоже любил кушать. Естественно. Мы оба любили кушать, употреблять пищу сушеную рыбу. И как-то раз нам в гости пришел дядя Саша и подарил нам с братом пакет сушеной рыбы. И мы сразу сели ее есть, потому что очень любили ее есть. И так получилось, что пока брат ел первую рыбу, я съел остальные пять. И брат пригорюнился. Пришли родители, увидели, что брат пригорюнился, узнали всю ситуацию, тоже пригорюнились. Начали меня отчитывать, а я искренне не понимал, в чем претензия. Да, я съел пять рыб, а брат успел только одну. Но мы же с братом ели рыбу, а соответственно получали удовольствие одинаковое количество времени. Времени-то было поровну. Почему удовольствие измеряется в рыбах? Скажите мне, пожалуйста, где это написано? В проституции же не просто так. Удовольствие в часах измеряют. А не в рыбах. Древнейшая профессия, на секундочку. Многовековой опыт их к этому привел. Я уверен, они тоже когда-то пытались измерять секс в разах. Потом оказалось, что кто-то чересчур растягивает свой раз. Кто-то там не трахался, кончает за минуту. Это несправедливо. Вот тебе час, сколько успеешь, столько успеешь. Успеешь пять, никаких вопросов. Наоборот, респект. Это многовековой опыт. Измерять удовольствие во времени. Это сейчас я придумал. Тогда в детстве я еще не мог аргументировать проститутками. Но я был уверен. Я чувствовал, что в будущем обязательно аргументирую. Более того, когда я доел пятую рыбу, брат еще не доел первую. И я подумал, что несправедливо. Что оставшийся кусочек он ест один. Я уже не кайфую. Он еще продолжает в одно рыло. Это по-братски. По справедливости мы должны были его разделить. Причем не 50 на 50, а в пропорциях 5 к 1. Где 5? Мне. Потому что, как выяснилось, я ем рыбу в 5 раз быстрее. И чтобы мы с братом доели рыбу одновременно и не оставалось больше этих гребаных кусочков раздора, мой кусок должен быть в 5 раз больше. У меня, кстати, было 5 по математике. А знаете почему? Потому что я ел много рыбы. В рыбе много фосфора. Фосфор полезен для мозга. Мозг нужен для математики. Математика нужна, чтобы объяснять, почему я съел много рыбы. Это порочный круг. Виноват вообще фосфор, который провоцировал меня. Он провоцировал меня. Он провоцировал меня есть его, а потом все логичненько объяснять. Ну, конечно, конечно, сложно обвинить фосфор в злонамерении. Гораздо проще обвинить маленького мальчика в жадности. Поэтому я часто беру фосфор. Да, беру фосфор. Вы не дослушали? Хватит хлопать. Слушайте. Смешиваю его с говном. Получаю светящееся говно. Разбрасываю его по парку. И ночью голодные говноеды запросто находят его и съедают. Потому что не надо подставлять маленьких мальчиков. Кто б ты ни был. Фосфор, паладий, Майкл Джексон. Уважай других. Будь справедливым. Природа ко многим несправедлива. Или вот взять месячные. Это справедливо? Ну, не в смысле взять в руки, а в смысле как явление в женском организме. Это справедливо? Скажите мне, пожалуйста. Нет. Нет. Слушайте, с какой болью эти голоса не могут врать. Я с вами согласен, дамы. Месячные, это абсолютно несправедливо. Несправедливо, что вы страдаете. Мужчины. Давайте в знак нашего сочувствия похлопаем нашим женщинам. Я понимаю, я сейчас выгляжу как Павел Воля, но тем не менее. Давайте. Я, мы, женщины. Давайте, мужики. Давайте. Девчонки, мы с вами. даже если в эти дни мы не с вами и стараемся держаться от вас подальше мысленно, мы с вами. Собственно, это все, чем мы можем вам помочь поддержать вас аплодисментами в вашей нелегкой борьбе с природой. но вы можете помочь нам. потому что в эти дни страдаете не только вы, но и мы, окружающие вас люди, которые могут даже не догадываться, что у вас эти дни общаются с вами и не понимают, откуда это напряжение. начинают искать причину в себе, идут к психологу, роются в детстве, винят родителей. Даже страшно себе представить, сколько незаслуженно обвиненных родителей из-за черепа месячных. Поэтому я считаю, что несправедливо что о том, что у вас эти дни знаете только вы. У всех эти дни. Когда у вас эти дни? Все должны знать. Это спасет кучу жизней. У всех же такое было, когда общаясь с женщиной и думаешь, что? Что ты несешь сейчас? Но если б ты знал, если б ты знал, ты сейчас говоришь, а, так вот что. Теперь понятно, почему ты поехала на красный свет. Ты не затупила, ты хотела убить нас нахуй. Я понял. Я понял. Что ж ты сразу не сказала? Все должны знать. Поэтому я предлагаю всех женщин в эти дни как-то помечать. Я понимаю, девчонки, звучит неприятно. Кто-то даже может обидеться на это. Я понимаю. Но мы же пишем на заборе «Осторожно, злая собака». не для того, чтобы обидеть собаку, заметьте, а чтобы люди знали, что собака не в настроении. верно, правильно. Не стоит его гладить и тем более пытаться трахнуть. Для этого пишут. Надо помечать. Девчонки, предлагаю QR-коды. Тема себя хорошо зарекомендовала в пандемию. Не нужно новых приложений. Так, девушка, давайте посмотрим. Вакцина есть? ПМС нет? Пожалуйста. Можете выйти из квартиры. Девчонки, у вас же у всех есть календарики с вашими циклами? Я знаю, есть. Они все должны быть в общем доступе. Я должен знать, с кем общаюсь. Поймите, из-за того, что у нас нет ваших календариков, для нас часто общение с вами как игра в мафию. Знакомишься с девушкой в баре, думаешь, мирный житель. Приезжаешь с ней домой, мафия! Назад уже не вернешься, город уже спит. Это несправедливо. В мафии есть комиссар, который может узнать, кто мафия. Мы играем без комиссара. Хотя бы одному передавайте списки. Дальше мы организуемся. Мы умеем организовываться во благо общего дела. я понимаю, девчоночки, дам, тема сложная, если не сказать скользкая. А заметьте, я не хочу так говорить, чтобы вас не обижать. Я понимаю, что я слышу, как поредел женский смех. Девчонки, если вам эти мысли как-то вас обидели, как-то вызвали у вас неприятные ощущения, поверьте, мне очень жаль. Но попробуйте подумать об этом где-то через недельку. Может быть, выйдет солнце из-за тучи, зацветут ромашки. Важно отметить во избежание кривотолков. Я за феминизм. Важно отметить. Я за. Не так, как Саша Долгополов, конечно, не настолько за. Но в общем, в принципе, я за. Я считаю, что это отличное движение. Я считаю, что любая социальная группа должна отстаивать свои права. Это единственный путь к здоровому, нормальному обществу. Но я считаю, что феминизм странновато выглядит в России. Странно, когда в России женщины требуют себе права. тут прав. Нет, ни у кого. Девчонки, девушки, дамы, мы бы дали. У нас нету. Вы хотите себе больше уважения? Мы тоже. Вы хотите больше возможностей? Угу. все, что вы хотите, мы уже давно хотим. Поэтому в очередь. Будете за нами. Знаете свое место. Нет. Нет. Нет-нет. Нет. Нет-нет. Нет. Это шутка. Я так не считаю. Это все ради вашего смеха и комментариев на ютубе. Я не виноват, что так работают алгоритмы. И я их придумал. Природа ко многим несправедлива. И люди стараются во что бы то ни стало исправить себе ошибки природы. У меня сейчас очень много друзей ходят с брекетами. Ортодонты каким-то образом внушили всем, что все их проблемы из-за прикуса. Отличный маркетинг, чуваки. Теперь все мои друзья настолько хотят себе ровные зубы, что готовы несколько лет выглядеть так, как будто питаются микросхемами. Вот такой маркетинг. Прямо все занялись зубами. И это так неприятно. Потому что у них у всех до брекетов зубы были лучше, чем у меня. Среда обитания как будто намекает мне, что пора и мне их сделать. Мол, Костя, ты живешь в Москве. Посмотри вокруг. Посмотри. Тут ровные дороги. Видишь? Ровные зарплаты. Твои зубы не отсюда. Я согласен со средой обитания. Мне тоже нравятся люди с ровными зубами. Но только ровные люди. Понимаете, к чему я? Ну, то есть, если бы у меня была внешность Брэда Питта и только кривые зубы, конечно, конечно, я бы сделал себе зубы. Но моя внешность и мои зубы в одной команде. Это ребята с одного района. Их нельзя разлучать. Мне нельзя сделать только зубы. Если я сделаю себе только зубы, то люди будут смотреть только на зубы и думать, откуда у тебя такие зубы. Я не хочу быть похожим на Шнурова. Видели? Эту голливудскую улыбку на лице русского алкаша. Прошлое не сотрешь, Сережа. Мне кажется, он после зубов ебнулся. Просто посмотрел в зеркало такой, ну, этот род теперь живет своей жизнью. Я за него не отвечаю. Это потому, что важно принимать себя таким, какой ты есть. Я понимаю, банальная мысль, но это правда важно, чтобы нормально себя ментально чувствовать. Я принял себя. Я принял. Это было непросто, как вы понимаете. Многое пришлось принять со словами «Ну что ж, лучше, чем ничего». Но я принял. И стало, правда, легче, правда? Стало легче, но после этого я стал прямо очень сильно сопереживать к другим людям с особенностями. Прямо жесткую эмпатию к ним ощущать стал. У меня был случай недавно. Я стоял на улице и вижу, кто-то идет в мою сторону издалека. И я присматриваюсь и вижу, что это карлица. Карлица. И мне так неловко стало, что я вообще на нее смотрел, потому что я знаю, каково это, когда ты не такой, как все, и на тебя пялятся. Я знаю, каково это. И я отвернулся, смотрю на нее краем глаза. Так можно. Вот. Это нормально. она не видит. Она подходит ближе. Я краем глаза понимаю, что это девочка. Я зря переживал. Это была девочка. Просто старая. Да, обычная старая девочка. Подумал я, краем глаза. Может, и уроков много задают. Это проблема образования, а не генетики. На нее можно пяриться. Подумал я. Я опять повернулся к ней лицом, смотрю на нее нормально и вижу, это все-таки карлица. Край глаза меня подвел. Никогда не доверяйте краем глаза. Это порочное зрение. И вот я опять стою, смотрю на карлица, но я не стал опять отворачиваться. Смотрите, так неправильно делать, когда смотришь на странного человека. Нельзя пялиться. Но если уж посмотрел, нельзя сразу отворачиваться. Типа, кто это там? А, никого-то я не буду смотреть. Так нельзя делать. Это неприятно. Запомните, это неприятно. Если уж посмотрели на странного человека, самая правильная реакция это делать, что ничего необычного. Типа, ну, всякое бывает. Только без руки. Самая правильная реакция. Тут тоже, тут тоже важно не перегибать. Типа, ху, ты еще раз такое видел. Так тоже не надо. Найдите баланс взгляда. Я стою, в общем, смотрю на карлицу, правильным взглядом, типа, только без руки. делаю вид, что ничего необычного, хотя необычного достаточно. Но я не подаю виду. И я вижу, что она улыбается. И я думаю, слава богу, я сделал все правильно. я ее не смутил. Я молодец. Но потом я смотрю, как она достает телефон, направляет на меня и фоткает. Я так охуел. Сопереживание, как рукой сняло. Я думаю, что? Карлица посчитала меня необычным? Нет, я согласен. Я достаточно необычно выгляжу. Но я считаю, что по шкале необычности я точно не выше карлика. я где-то между рыжими и ДЦПшниками. Но я... Я знаю, где. Реально, секунд 15 прям в оцепенении стоял. Как будто позировал. Потом меня отпустило. Я думаю, ладно, пусть фоткает. Ничего страшного. Там все равно будут только мои ноздри. Меня никто не узнает. Даже так. Слушайте, я понимаю, я понимаю неправильно смеяться над карликами. Я понимаю, это неэтично. Но я считаю, что мне можно над ними смеяться. Потому что я был бы. Мы с ними одинаково удалены от нормального роста. По модулю мы равны. У меня, напоминаю, пять по математике. Природа к нам одинаково несправедлива. Нам всем сложно найти себе одежду в магазине. для них хотя бы есть детский мир. У меня никакой компенсации. Поэтому мне можно над ними смеяться. Так вот. Бесит, что карлики тоже хотят здороваться за руку. Это как понимать? Нагибаться приходится мне. я считаю, что это слишком большое расстояние для рукопожатий. Для таких случаев существуют воздушные поцелуи. А где их еще использовать? Мы не в 19 веке. Типа, привет! Ой, капнул. Ну куда ты? Ну капнул, капнул. Ну что ты? А что? А что? Ну или если хочешь тактильного приветствия, обнимай мою ногу. А что? А что не так с ногой? Только не подумайте, что я сейчас хочу как-то унизить карликов. Это сделала природа. Я же наоборот, я правда, я хотел бы себе друга-карлика. Мы бы с ним помогали друг другу. Я бы ему подавал все, что ему нужно сверху, там, шампунь, шапку. Он бы поднимал все, что у меня упало. Ключи, перчатки, самооценка. эрекцию. Но это не обязательно. Не каждый день. Только спасибо. Вы любите, да, такие шутки? Извращенцы, блядь. На задних столиках. Правильно. Извращение ваш единственный путь к счастью. Только не подумайте, пожалуйста, что я как-то возвышаюсь над карликами. Это сделала природа. Я не считаю, что высоким быть лучше, чем карликом. Это важно понимать. Я считаю, что у нас у каждого есть преимущества и недостатки в определенных обстоятельствах. Ну, то есть, когда ты лучше быть высоким, когда ты карлика. Ну, то есть, чисто гипотетически, да, если ты от кого-то убегаешь через какие-то норы, из еды у тебя пара орехов и это вся еда на неделю, конечно, конечно, лучше быть карликом. Если же ты хочешь сесть на барный стул и не хочешь, чтобы это стало делом твоей жизни. Ладно, я понял. Я неправильно объясняю. Давайте попробую объяснить по-другому. Давайте ненадолго отложим карликов. Они далеко не убегут. У меня есть другой друг с другой особенностью. Как бы это помягче сказать? Он в теле, понимаете? В теле жирного человека. Я понимаю, я понимаю. Неправильно смеяться над полными людьми. Это неэтично. Но я считаю, что мне можно над ними смеяться, потому что я худой. Мы с ними одинаково удалены от нормального веса. Нас все не особо рады видеть на пляже. Для них хотя бы есть бодипозитив. На нас какого-то хера это не распространяется. Поэтому мне можно над ними смеяться. Так вот. я всегда думал, что мой этот друг, что он не специально жирный, как я. Не специально худой, что у нас такой метаболизм. Но недавно я провел с ним целый день, и он весь день жрал. он он раз ел причмокивал. Он каждый раз ел с таким видом, я не шучу, он как будто лепил снеговика изнутри. рейтинь. еще больше это понял когда однажды был в москве в таком ресторане который называется в темноте забыл там знаешь все же все просто чтобы никто не думал что я пищу есть такой ресторан там очень крутая концепция там вообще нет света ты живешь полной темноте и самое главное что тебя обслуживают абсолютно слепые люди я понимаю звучит как идея по накурке но реально есть такой ресторан где то что официант слепой это преимущество уже для них темнота не проблема они к ней приспособлены я зашел на их сайт у них очень крутой маркетинг там было написано типа в темноте вы отвлечетесь от гаджетов и сосредоточиться на том что действительно важно я такой круто дальше было написано в темноте у вас не будет зрения поэтому обострится вкус я такой вау и я пошел туда и все так и было я действительно весь вечер думал о самом главном о том как же херово жить без света как же тупо попадать пироженкой не в рота в глаз у меня действительно обострился вкус к зрячей жизни в общем сижу я в этом ресторане ем что-то вот за соседним столиком сидела парочка или за наковальне не знаю может шестеро было просто четыре молчаливых я не знаю я их не видел я их только слышал более того я их слушал там больше нефиг делать слух единственное развлечение в общем если туда пойдете я вам скажу самое прикольное в этом ресторане это выходить вот в общем сижу я слушаю парочку потом получит парочка я уже слушаю что они говорят я слушаю они там целуются как они чокаются как они флиртуют и в какой-то момент я понимаю что они начали трахаться я такой вот эта идея еще круче чем ресторан вся гостиница дофига стоит а там хлеб заказал ебить сколько хочешь вау в общем я понял что у них секс и это понял официант причем очень быстро понял видимо не первый раз и он подошел к ним и очень вежливо говорит пожалуйста прекратите а те ноль реакции типа ты нас не видишь мы тебя не слышим один один но дальше официант видимо тактильно решил обозначить что обращается к ним и я слышу как чувак просто как цепи сорвался убери блять от меня свои руки официанту он прямо пошел на конфликт с официантом в ресторане в темноте я сижу и думаю чувак что ты делаешь ты на их территории это ты тут слепой они тут ниндзя ты даже не представляешь что они могут с тобой тут сделать ты будешь с ними спорить и те просто кончат на лицо что ты сделаешь что ты сделаешь в этом случае прямо на лицо ни капли мимо чтоб ты понимал насколько они тут точно ты захочешь отмахнуться отбить член но у тебя не получится и ты поймешь что не даже не близко просто из-за барной стойки насука темно здесь только тебе что ты сделаешь в этом случае попросишь позвать администратора вряд ли ты вообще захочешь открывать рот после такого ты сидишь в темноте у тебя все лицо в конче и ты не уверен что это реально конец ты в ловушке чувак ты в ловушке я помню я пришел домой в тот вечер под таким впечатлением я реально я весь весь всю ночь не мог уснуть я реально думал как круто что придумали такой ресторан где слепые могут почувствовать свое преимущество но это правда круто и я подумал а почему такой ресторан придумали только для слепых ведь если постараться если покреативить ведь такой ресторан можно придумать для всех людей с особенностями короче я придумал такой ресторан для карликов значит смотрите инвесторы жду ваши банки ресторан называется в три погибели потенциал уже это такой ресторан которым потолки метр тридцать и обычные люди будут там ползать на карачках биться головой об косяки страдать а карлики просто ходить может даже в припрыжку круто круто еще я придумал такой ресторан для жирных называется ресторан в невесомость это такой ресторан который находится в аэротрубе здесь снизу там снизу ветер дует с такой силой что обычные люди там летают обжирные просто ходят и наслаждаются гравитацией в коем-то веке туда главное карликов не пускать улетят хуям собаки как конфетти ладно у меня осталась последняя история для вас вот это не просто история это поучительная история которые скрыты сакральные смыслы постарайтесь их не упустить они очень хорошо скрытые предыстория я люблю поспать да не люблю рано вставать просто бог мне ничего не дает может вам все дает мне ничего не остается не ничего ноль кроме кислого ебла ноль чего вот люблю поспать вот недавно я спал своим обычным блаженным сном и я проснулся рано утром потому что меня что-то разбудило я проснулся из-за того что на улице вы не поверите кто-то очень громко шмыгал носом реально вот так вот так и я смотрю в окно а это оказывается дворник метлой метет двор мне так обидно стало я думал я сейчас посмотрю в окно и вижу там чувака с большим носом который простудился мне нужно сейчас ему помочь найти большие капли в нос спасти человека а это все же дворник я опять лег спать так себе настроение засыпаю и слышу как на улице кто-то идет по снегу я думаю июль месяц какой снег это в июле было я думаю какой снег я стою смотрю в окно а это оказывается дворник такой я думал да ты чё опять обманул меня ты чё дворник работы не что-ли я уже злой прямо злой опять ложусь спать и думаю ничего больше не заставить меня проснуться ничто не заставит я уже почти заснул а вы знаете как сложно заснуть злым я почти заснул и слышу как на улице кто-то тужится вот так вот я думаю нет дворник нет нет дворник ты чего ты же дворник тебе ж потом убирать что реально срежа в дворе у меня пидорас я думаю ну надо встать надо встать как минимум шугануть пидораса и я стою смотрю в окно и вы не поверите эта женщина рожает да эта женщина рожала и дворник снял с себя свою робу постелил под ней чтоб ей было удобнее подмел все вокруг чтобы минимизировать риск инфекции и принимает родных я думаю да как же я мог о нем так плохо думать это же дворник у него зарплата 15 тысяч рублей и он каждый день за эти деньги убирает мой двор а тут еще какая-то рандомная женщина начала рожать и он бескорыстно ей помогает а я такое о нем думал да что же я за человек такой и меня прям очень жестко начала совесть мучить прям очень жестко прям реально физически стало нехорошо но потом я краем глаза присматриваюсь и вижу что он параллельно все таки еще и срёт как камень с души упал у края глаза все таки иногда хорошее зрение спасибо большое спасибо пока а 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